Сейчас мы говорим об основных вопросах, актуальных вопросах. У нас будут вопросы, касающиеся лечения и рака легкого, и рака молочной железы, и головы, и опухоли желудочно-кишечного тракта. Но сегодня мы все-таки поговорим о толковом словаре, о тех словах, которые вошли в нашу повседневную практику. Вошли они не так давно. Да, у нас есть наш толковый словарь, Ожегова и далее. Но появились слова. С 2011 года, как зашло солнце над иммунотерапией, как только появился эпилемумам, у нас вообще поменялось понимание биологии опухоли. И вот наши патоморфологи, когда мы обсуждали проблему биологии опухоли, подарили мне слайды, которые очень, как никто, другие четко показывают, собственно, чем отличаются опухоли. Почему бывают маленькие опухоли, но злые, но и большие, но добрые. Я часто использую эти слайды в своей презентации, но когда мы говорим с вами о таком термине, как биология опухоли, не все зависит от размеров опухоли, не все зависит от размеров метастатических лимфатических узлов. Все, многое зависит от периода удвоения опухоли, от пролиферации опухоли. Вот именно как у одних опухолей период удвоения может быть 30 дней, у других опухолей период удвоения может составлять до 30 и 40 лет, и пациенты могут никогда не дожить до метастазов. И вот, соответственно, в прошлом году на Большом съезде патоморфологов один из ведущих докладчиков представил одни опухоли в качестве черепах, других опухолей в качестве зайцев и третьих опухолей в качестве птиц. А вот, соответственно, ту черту представили в виде невозврата, в виде забора. Ну и что же получилось? Оказывается, есть опухоли черепахи. То есть больные с такими опухолями никогда не доживут до клинически значимых метастазов. А если задуматься, 3% взрослых людей с маленькими опухолями почек, а треть пациентов с маленькими опухолями щитовидной железы, половина мужчин в возрасте старше 60 лет с маленькими опухолями предстательной железы. И вот такая маленькая страна, как Финляндия, где очень хорошо работает скрининг, и скрининг ПСА показал колоссальный рост заболеваемости, но это никак не отразилось на снижении смертности. Поскольку это опухоль, она клинически незначима. Да, опухоль есть, это добрая опухоль, она будет длительно существовать в организме. И еще самое, тоже нельзя забывать, что треть женщин в возрасте 40-49 лет с маленькими опухолями рака молочной железы в ряде случаев, мы, конечно же, их перелечиваем, но мы до конца сейчас не понимаем, кто эти женщины. Но, тем не менее, у нас есть уже маркеры, по которым мы можем судить о благоприятном прогнозе заболевания. И, соответственно, опухоли зайца. Здесь вот для этих опухолей характерный переход из карциномы инситу в первую, вторую, третью, четвертую стадию. И ранняя диагностика, а также скрининг приводит к снижению смертности. И вот мы говорим об опухолях в птицах. Вот тот самый маленький период удвоения опухоли – это крайне агрессивные опухоли, которые нуждаются в самом современном, самом эффективном лечении. И, пожалуй, к таким опухолям можно отнести в том числе и меланому, поскольку до 2011 года все было достаточно грустно, и период удвоения был крайне маленький. И у меня теперь будет к вам большая просьба. Те, кто остались в зале, возьмите, пожалуйста, свои телефоны. Я сейчас тоже попытаюсь это сделать. Давайте мы проголосуем. Так. Для этого это очень легко. Войдите в сафари. Я очень попрошу это всех сделать. Мы просто посмотрим, как вот сейчас состоит австановка в нашей стране и в нашем мире в отношении возможности получения ингибиторов точек иммунного контроля. Собственно, многое мы здесь будем соприкасаться, так или иначе, с этой темой. Пожалуйста, войдите в сафари. Mobi.vote. Это так очень легко. Наберите Mobi.vote. Удалось войти? Если вы вошли туда, Mobi.vote, вы увидите, соответственно, такую же запись, как на экране. Имеете ли вы опыт работы с ингибиторами точек иммунного контроля? То есть, чекпоинт ингибиторами. Да, нет. Один – это да. Два – это нет. Я попрошу проголосовать. Мы просто увидим, как у нас сейчас обстоят дела с иммунотерапией. Ну вот, на самом деле, если мы обратим внимание на экран, я очень призываю, и там будут еще вопросы голосовать, поскольку то, здесь, на самом деле, это здорово, потому что, если бы этот вопрос я задала, или мы бы его задавали в прошлом году, количество врачей, онкологов, которые имеют опыт применения иммунотерапии, был бы, конечно, крайне мал. Теперь это уже половина докторов, врачей, онкологов имеет опыт применения чекпоинт ингибиторов. Для Радинкова, как вы обстоит дела в Казахстане с чекпоинт ингибиторами? Да, мы уже начали тоже работать, как раз вот сейчас я в своем докладе представлю наш небольшой опыт. Мы, конечно, не так активны, наверное, как у вас в России, но все равно уже начинаем мы. Поэтому я думаю, что большой опыт это у вас, и, конечно, в Америке, в Европе, и все это мы сейчас интегрируем, и с учетом нашего нового комплексного плана выделено финансирование дополнительное. Думаю, что это все-таки будет, тоже наши врачи здесь присутствуют, я думаю, что они тоже могут поделиться опытом и обсудить этот вопрос. Спасибо большое. И вот следующий тот термин, то, что вошло в наш повседневный уже обиход, те слова, с которыми мы постоянно сталкиваемся, это ингибиторы точек иммунного контроля. По сути, это группа противоопухолевых препаратов, которые ингибируют контрольные точки иммунного ответа, не позволяя опухолевым клеткам ускользать от иммунной системы. Вот посмотрите, пожалуйста, мы говорили с вами о птицах, о больных меланомами, где, кроме как вот декорбозина до какого-то времени, и вы смотрите, ведь мы видим кривую, которая совершенно катастрофически снижается вниз. И что происходит на пемпролизумабе? Обратите внимание, мы видим плата. То есть та самая ситуация, когда ряд пациентов при назначении данного лечения могут достигать контроля над болезнью, а в ряде случаев и излечения. Здесь вот как раз-таки исследование, где применялся пемпролизумаб в комбинации с низкими дозами эпилемумаба. И посмотрите, вот механизм действия противоопухолевой терапии, что мы постоянно с вами обсуждаем и говорим, просто еще раз хотелось на этом остановиться. Да, происходит воздействие на опухолевую клетку таргетной терапии, на ядре опухолевой клетки есть рецепторы под действием антителозависимого цвета токсичности, происходит инактивация опухолевой клетки ниже лежащей сигнальной пути, блокируется, и опухоль, опухолевая клетка не размножается. Что же происходит, когда воздействует иммунная система? Но все мы, я это выражение услышала на одной из международных конференций, но оно мне очень понравилось. Представьте себе, что мы водители, да, и у нас топлена в пол педаль тормоза, и мы пытаемся всеми возможными методами до чек-под ингибиторами давить на педаль газа. Но это бесполезно. И что же происходит при воздействии чек-под ингибиторов? При уже то педали, когда мы давим на газ, мы отпускаем педаль тормоза, и, соответственно, лимфоциты, они мчатся, они набрасываются, если образно говорить, на опухолевые клетки, но пасхудно воздействуют и на окружающие ткани, поэтому у нас появилось новое такое осложнение, как иммунопосредованное осложнение, о чем мы, собственно, тоже будем говорить. И, конечно же, вот сегодня Борис Владимирович Афанасьев говорил, что, пожалуй, это самая значимая Нобелевская премия, которая была вручена за последние годы, и она была как раз-таки вручена за открытие противоопухолевой терапии, которая подавляет негативную иммунную регуляцию, ну, такой дословный перевод. И в настоящий момент уже зарегистрировано более 20 показаний для чек-под ингибиторов, ингибиторов точек иммунного контроля. И вот эти вот как раз-таки ингибиторы точек иммунного контроля заново обучают иммунную систему организма бороться со злокачественной опухоль, лишая возможности опухолевых клеток ускользать от иммунного надзора. И вот если посмотреть внимательно, то на все те регистрации, которые в настоящий момент есть, мы уже давно уже, да, мы знаем, что у нас есть анти-CTЛ-А4, у нас есть анти-ПД, у нас теперь уже есть анти-ПДЛ-ингибиторы, и отезолизумап, и овелумумап, и дурволумумап. Посмотрите, сколько у нас просто совершенно фантастические и самые важные опухоли, больные опухоли мочевой, мочевого пузыря, которые были всегда сиротами, и даже как такового мы их, типа, пациенты просто исчезали достаточно. Но в ряде случаев прогноз был крайне неблагоприятен, а назначение иммунотерапии значимо улучшает прогнозы, меняет биологию опухоли. Посмотрите, какое количество, сейчас прошу прощения, соответственно, рекомендации для того же самого Нива-Лумумапа. Сегодня, опять-таки, Борис Владимирович говорил о перспективах назначения для классической лимфомы Ходжкина, не говоря уже о других всевозможных солидных опухолях. И также я посчитала, насчитала 16 показаний в настоящий момент FDA для, при, вот, соответственно, PDL ингибиторов для пембролизумаба. И, конечно, вот, если говорить о собственном опыте, ну, конечно, лучше представлять наблюдательные исследования, они должны быть большие, и в ряде случаев они у нас только опираются за счет расширенного доступа. Да, у нас есть ряд чайфон ингибиторов, опыт которых накоплен, и он уже представлен, и на международных площадках в том числе. Но вот мужчина, который был резистентен, у него были метастазы в легочной ткани, умеренно дифференцирован, не регивающий плоскоклеточного рака вправо легкое, значит, без признаков ассоциации с HPV инфекцией, значит, и, соответственно, проведение терапии пембролизумабом позволило, во-первых, уменьшить явление висцерального кризиса, связанного с дыхательной недостаточностью. Очаги в легочной ткани уменьшились, и опять-таки возникает вопрос, как длительно проводить терапию. Сейчас единственный ответ, который правильный, допрогрессированный или непереносимый токсичность, или уже по мнению, соответственно, исследователей. Опять у меня большая просьба, пожалуйста, вводите свои девайсы, откройте Моби-Вод, и давайте проголосуем, мы просто увидим, используем ли мы в своей практике, я уже не говорю конкретную локализацию, конкретных больных, это могут быть больные раком легкого, в Российской Федерации работает программа онкогеном для определения ПДЛ-экспрессии. Сейчас активно и по другим всевозможным локализациям сейчас будет работать и работает определение ПДЛ-экспрессии. Так вот, у меня большая просьба, значит, определяете ли вы больным уровень ПДЛ-экспрессии? Большая часть аудитории, а это две трети, ответили «да». И это в ряде случаев очень важно. Собственно, почему? Потому что, прежде всего, если говорить о том термине, который появился у нас в нашем с вами языке, в нашем с вами обиходе, это прежде всего, конечно же, сам термин контрольной точки иммунного ответа, это CTL-4 анти-ПД, о них у нас будет специально посвященная сессия Светланы Анатольевны Проценко под руководством, она будет проводиться в субботу, и там активно будет уделять большое внимание. Но в чем, собственно, проблема, на что мы должны обращать внимание? Что вот даже собрались все вместе немецкие, немецкое общество патологов и попытались гармонизировать результаты определения ПДЛ-экспрессии. И оказалось, что экспрессия была сопоставима на наклонах 22С3, 28С8, CP263, и экспрессия не отличалась на наклоне CP142. Но самый важный вывод, вот такие несколько больших проектов «Блюпринт», которые сказали, что да, подсчет иммунных клеток с экспрессией ПДЛ остается сложной задачей. И в ряде случаев, вот если мы говорим, например, о голове и шее, мы с вами столкнемся с некоторой терминологией. Прежде всего, это, например, комбинированная шкала определения ПДЛ-экспрессии, когда число клеток, имеющих на своей поверхности ПДЛ, соответственно, экспрессия – это опухолевые клетки, клетки, лимфоциты и макрофаги, от общего числа опухолевых клеток, или же это может быть, например, tumor positive score, когда число опухолевых клеток, имеющих на поверхности ПДЛ-1 соответственную экспрессию, от общего числа опухолевых клеток. Да, у нас появилось две шкалы. И они, конечно же, тоже имеют большое значение. Не только определение экспрессии на опухолевых клетках. Еще один вопрос. Определяете ли в больным уровень микросателитной нестабильности? Я опять-таки не говорю здесь конкретной локализации. В целом, есть возможность в ваших учреждениях или направить куда-либо с целью определения уровня микросателитной нестабильности? Будьте добры, пожалуйста. У нас висит старый вопрос. А есть в базе вопрос по микросателитной нестабильности? Следующий вопрос. У нас почему-то он не загружается. Мы его видим на экране. Да, на телефоне, пожалуйста, попробуйте нам вывести его. Ну хорошо, пока мы загружаем. Просто поднимите руки. Кто определяет микросателитную нестабильность своим пациентам? Ну, тем не менее, собственно, почему это надо делать? И я думаю, сейчас это вообще не вызывает сомнения. Но если на самом деле, что такое микросателитная нестабильность, понятно, это повышенная вероятность возникновения мутаций в результате нарушения системы репарации неспаренных оснований ДНК. И самое важное, микросателитная нестабильность, вот это именно нарушение репарации в клетках возникает накопление ошибок при репликации ДНК, и это приводит к появлению новых микросателитных повторов. Но самое важное, что микро-МСА, то, что мы слышим часто, такую терминологию, является важным прогностическим и предиктивным маркером при раке, например, при колоректальном раке. Опухоли с высоким уровнем МСА не склонны к метастазированию и имеют благоприятный прогноз. И при высоком уровне МСА, в случае, например, ПТ3Н0М0, а это очень частая ситуация, когда мы сталкиваемся с выбором одевантной терапии, при обнаружении микросателитной нестабильности показано, конечно же, наблюдение. Не нужно проводить химиотерапию по схеме ФОЛФОКС ни месяца, ни полгода, ее вообще не нужно проводить, потому что прогноз крайне благоприятный. И такие опухоли, если сравнить их с черепахами, это опухоли медленно ползущие. Они достаточно медленно доползут до черты невозврата. И высокий уровень МСА, если мы говорим с вами о метастатических формах, это, конечно же, показания для назначения ингибиторов ПД1 при метастатическом раке толстой кишки. И материал для исследования – это парафиновые блоки со стеклами. Можно определять как иммуногистохимически, так и молекулярно-генетически. И еще один термин – мутационная нагрузка, который ворвался в наше информационное пространство. Мы сейчас много информации получаем через интернет. Опять-таки, это количество мутаций, содержащихся в одном мегабазе кодирующего генома опухолевых клеток. Да, ТМБ, это уже хорошо известно, анализируется с помощью полноэкзомного анализируется и полногеномного секвенирования биопсийного парафинного материала, полученных от пациентов. Значит, соответственно, различают низкую, среднюю, высокую опухолево-мутационную нагрузку. В принципе, это почему? Это действительно важный количественный биомаркер, который используется как прогностический, так и предиктивный. И самое важное, что надо отметить, что ТМБ не зависит от экспрессии PDL, но коррелирует с частотой ответа на иммунотерапию ингибиторами иммунных контрольных точек, опухоли, где мы можем обнаружить высокую мутационную нагрузку. Это меланома, немелкоклеточный рак легкого, рак толстой кишки, рак тела матки. И вот, например, даже визуально можно посмотреть, когда мы видим, соответственно, это немелкоклеточный рак легкого, соответственно, ТМБ определялась секвенированием, определение экспрессии PDL иммуногистохимически, и у тех больных, у которых определялась высокая вероятность, то есть определялась высокая мутационная нагрузка PDL-экспрессия была высокая, соответственно, ответ на терапию был значительно выше, чем, соответственно, те больные, у которых это было все достаточно низко. И еще вот исследование, например, даже вот тоже на АСКО было представлено, даже у тех пациентов, которым в одном из исследований была показана терапия, уже терапия отчаяния, это наилучшая сопроводительная терапия, то опять-таки было показано, у пациентов с высокой мутационной нагрузкой и с низкой мутационной нагрузкой, соответственно, красная линия – это пациенты с низкой мутационной нагрузкой, у них прогноз значительно лучше. Еще вот сегодня уже Алексей Викторович блестяще рассказывал о системах оценки эффективности лечения, она тоже крайне важна, когда мы сталкиваемся с вопросом оценки эффективности. Это как касается и химиотерапии, таргетной терапии, особенно иммунотерапии. И вот прозвучал такой термин, что инертность и дуализм действий иммуно-онкологических препаратов требуют особого подхода в оценке эффективности лечения. Поэтому были разработаны специальные системы, позволяющие правильно оценивать эффективность проводимой терапии. В подлиннике вы можете с этими системами ознакомиться, они опубликованы были не так давно. Рецист – версия 1.1 в 2009 году, соответственно, версия i-рецист – это ланцетия в 2017 году. Но тем не менее, как уже эта классификация оценки проводимого лечения ворвалась в нашу клиническую практику. Гиперпрогрессирование – парадоксальная реакция в виде быстрого прогрессирования заболеваний на фоне лечения ингибиторами контрольной точки. Когда мы с Алексеем Викторовичем создавали данную программу, мы, конечно, за что обсуждали, и мы должны, если мы говорим о каких-то терминологиях, мы должны подавать информацию соответственно вместе. Поэтому и понимание гиперпрогрессирования мы представляем, даже в ряде случаев у нас и слайды, и вот эту табличку мы как раз-таки собирали, анализировали, действительно, что принимать за критерии гиперпрогрессирования. Рост на 100% или же это кинетика роста на 100%, рост на 50%. Мы будем оценивать массу, увеличение массы. То есть, конечно, соответственно, совершенно разные критерии оценочные. И частота возникновения гиперпрогрессирования в зависимости от локализации. Так, при немелкоклеточном раке легкого составляет 10%, а, например, соответственно, при опухоли голова и шеи гиперпрогрессирование может наступать даже при 29% случаев. Псевдопрогрессирование, временное увеличение опухоли с последующим регрессом без смены лечебной тактики. И вообще, честно говоря, для метастатических форм не нужно торопиться со сменой отмены эффективного лечения. Даже если мы видим рост, поскольку мы понимаем, что болезнь хроническая, и нам важно, основная цель – это стабилизация болезни. Если это не сопровождается клинически значимым симптомом, висцеральным кризом, больной должен получать максимально долго то лечение, которое сдерживает процесс, особенно если это касается иммунотерапии. Псевдопрогрессирование – это тема, которая достаточно глубоко коснулась Алексея Викторовича. Еще одна интересная тема, о которой все говорят, но мало кому удалось пощупать. Тем не менее, это такая тема, о которой действительно всех говорят – это обскопальный эффект. Системный эффект локального лечения таргетного очага с помощью лучевой терапии. Чаще всего обсуждается стереотоксическая лучевая терапия, при которой самое главное, что лечебный ответ возникает в другой области. Здесь обсуждается, как в патогенезе повреждение клеток, индуцированное ионизирующим излучением с помощью различных механизмов, которые активируют иммунную систему, происходит и индуцирует воспаление в опухоли микроокружения, повышает активность антигенопрезентирующих клеток. И цитотоксический эффект CD8 клеток с помощью тумарнекротического фактора альфа. Обскопальный эффект – да, это, конечно, здорово. И все ученые пытаются, сейчас даже разрабатываются протоколы, опять-таки, метастатически с микросателитной нестабильностью колоректальный рак, где пациенты вначале пациенты… это пациенты с исчерпанными возможностями лекарственного лечения. Здесь пациенты получали вначале комбинацию неволумаба с эпилемумабом, затем проводилась лучевая терапия на один из очагов, это могли быть очаги в печени, это могли быть очаги в легочной ткани. И затем дальше проводилась, соответственно, лучевая терапия, продолжалась лучевая терапия, точнее, извините, продолжалась иммунотерапия до прогрессирования. Конечно, у большинства пациентов было прогрессирование, потому что возможности были исчерпаны. Посмотрите, что ряд пациентов, у которых достигалась стабилизация, это желтым, оранжевым и, соответственно, или частичный, или полный регресс, у этих пациентов значимо улучшалась в продолжительной жизни. Эти пациенты переходили на стадию плата. То есть в ряде случаев проведение иммунотерапии в комбинации с лучевой терапией позволяет значимо улучшать ответ. Иммуноопосредованное нежелательное явление, который тоже термин, который вошел в нашу клиническую практику, и побочные эффекты, они обусловлены избыточной активацией иммунной системы с аутоиммунным поражением нормальных тканей различных органов и систем и не являющейся основной целью иммунотерапии. При этом может пострадать любой орган. И когда мы назначаем терапию, в ряде случаев это терапия кортикостероидами, конечно же, но прежде всего это, конечно, ступенчатая терапия. Нам нужно грамотно проводить дифференциальную диагностику, прежде всего, чем назначать лечение. И в качестве иммуносопрессивной терапии последовательно используются системные глюкокортикостероиды. И самое важное, что вошло в нашу клиническую практику. Мы сейчас все говорим о мультидисциплинарной команде. Но у нас еще появилась такая терминология, как ассоциированные кардиологи. Кардиологи, которые имеют опыт работы и ведения наших онкологических пациентов, у которых развивается кардиотоксичность. У нас появились ассоциированные дерматологи. Те врачи-специалисты, которые наблюдают пациентов, получающие терапию анти-GFR ингибиторами как при колоректальном раке, так и при немелкоклеточном раке легкого. У нас появились ассоциированные офтальмологи, потому что мы прекрасно понимаем, что иммунотерапия под ингибиторами может выдавать как кожную токсичность, так и в дальнем случае может быть и токсичность, связанная с токсическим повреждением глаз. Но это может пострадать, повторяю, любой орган. И неврологи должны с нами вместе работать, и самое главное, эндокринологи. Мы уже все, кто работаем с иммунной системой, прекрасно понимают, что нужно мониторировать, какие показатели иммунологические мы должны мониторировать. И, безусловно, основное правило, которое мы должны следовать правильному пациенту, в правильное время мы должны назначать правильный препарат. На основе мультидисциплинарного пациентцентрированного Прецизионного, комплексного, проблемно-ориентированного подхода. И это, конечно, комплексный подход, который основывается на всех видах лечения хирургического радиотерапии, цитотоксической, таргетной терапии и иммунотерапии. Это все закреплено законодательством, законодательством 915 приказом. И вот эта мультидисциплинарная команда, это в центре этой команды находится пациент. Это прежде всего пациент, центрированный, проблемно-ориентированный подход. И вот те новые слова, которые вошли в нашу клиническую практику. И, конечно же, реабилитация. Реабилитация пациента должна начинаться с момента постановки диагноза. И важно, чтобы информацию получали пациенты от нас, а не от доктора Гугла, или как угодно можно назвать, доктор с Фейсбук. Очень важно, чтобы информация была от квалифицированных специалистов. И вот ту терминологию, когда я на АСК, она прозвучала, она как никогда подходит к нам с вами, сидящим здесь в мультидисциплинарной команде. Если хочешь идти быстро, иди один. Но если хочешь уйти далеко, иди вместе. И основополучник отечественной онкологии Николай Николаевич Петров написал, что хирургия не исчерпывается наукой и техникой, больно затрагивая человеческий организм, глубоко в него проникая, хирургия достигает вершив своих возможностей лишь в том случае, если она украшена высшими проявлениями бескорыстной заботы о больном человеке. Потому что больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не без личных случаев. Благодарю за внимание.